Специалисты некоторых сфер деятельности скоро ощутят пополнение в своем кошельке. По поручению президента с 1 января текущего года увеличилась зарпалата военнослужащих, спасателей, врачей и учителей. Подробнее расскажем в следующем сюжете. С 1 января 2023 года на 25% выросла заработная плата воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан. Как сказал новый министр Ганибий Симбаев, также установлены доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и за работу в условиях обновленного содержания и наставничества. Также предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. С сентября этого года установлена доплата в размере 150% от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров. Министр отметил, что меры по повышению заработной платы для учителей уже дало свои результаты. Теперь в профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака Алтынбельгэ. В будущем это хорошо отразится на обучении детей. «Сейчас происходят большие изменения в сфере образования. Это дало хорошие условия для педагогов. Так как в 2011 году, будучи молодым специалистом, я получил первую зарплату в размере 27 тысяч тенге. С тех пор постепенно, благодаря поддержке нашего президента и комплексным реформам Министерства просвещения, у нас с каждым годом растет заработная плата педагогов». Заработная плата пожарных и спасателей вырастет в пределах 70% в зависимости от должностей. Также по поручению главы государства повысили зарплату военнослужащим. С нового 2023 года заработная плата военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан выросла в среднем на 24%. Это было осуществлено по поручению главы государства в соответствии с планом поэтапного повышения заработной платы военнослужащих по контракту с 2021 по 2023 год на 60%, офицерского состава на 70%. Так, с января была поднята зарплата военнослужащих контрактников на оставшиеся 20% и на 24% увеличились оклады офицеров. В стране повышают и статус работников в сфере медицины. Так, по информации Министерства здравоохранения, до 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендий студентов медицинских вузов. Напомним, ранее было озвучено об увеличении размера минимальной заработной платы с 60 тысяч до 70 тысяч тенге. Это коснется порядка 1,8 миллиона наемных работников, которые трудятся в разных отраслях на предприятиях различных форм собственности. В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан работодатели обязаны обеспечить сотрудникам заработную плату на уровне не ниже этого показателя. Анна Кострева, Мадина Сулейменова, Асхат Ордубаев, Алтай Акпарат.